Самый первый в Бресте медицинский студенческий отряд был создан по инициативе БРСМ и Брестского госполкома. В свою очередь и Брестский государственный медицинский колледж активно поддержал такую инициативу, ведь все плюсы работы такого отряда для их учащихся очевидны. В течение месяца 11 учащихся медколледжа будут работать в Брестской областной клинической больнице, а по окончанию этого периода у них будет возможность по желанию продолжить такую практическую работу вне отряда. Прекрасно, что возвращаются добрые традиции студенческих отрядов. Это прививает молодым специалистов, которые будут работать дальнейшими сестрами, медицинскими сестрами, фельдшерами. Прививает коллективизм, прививает ответственность, патриотизм. Будут они работать, это 11 человек, юноши и девушки будут работать в отделениях, в которых необходима помощь. Это кардиологические отделения, нейрохирургия, неврологическое отделение, приемное отделение, отделение реанимации. В этих отделениях требуется помощь, поэтому будут они там работать на должностях младшего медицинского персонала. Первый медицинский отряд носит очень символичное имя. Имя медицинской сестры-героини Евдокии Ровнягиной. А идея создания такого отряда появилась в связи с расширением профильности студенческих отрядов в Бресте. Ведь, как утверждают представители БРСМ, помощь молодежи нужна всегда, везде и всюду. Представители БРСМ и грецполкома на протяжении месяца будут контролировать деятельность отряда, а по итогу обязательно пройдет награждение лучших из лучших активистов. Уже более 650 бойцов студенческих отрядов работали в городе Бресте. И это разные профили, это и педагогические, и сервисные, и производственные, и строительные отряды работают. И сейчас вот уже и медицинский профиль добавился к нам. Студотряды, конечно, для ребят, когда они приступают к работе, это возможность заработать деньги. Но потом, когда они почувствуют эту всю кухню, эту дружбу, романтику, они вот забывают о деньгах и понимают, насколько хорошо, весело все вместе проводить время. Поэтому возможность заработать деньги уже переходит на второй план. Брестские студенческие отряды осуществляют свою деятельность совершенно в разных областях и сферах деятельности. Конечно, и оплата труда всех участников осуществляется в соответствии с законодательством о труде. Но наши герои, студенты медицинского колледжа, тут не только из-за этого. У каждого из них есть свое мнение на этот счет. Гораздо лучше что-то получать на практике, что-то уже изученное, ну то есть какие-то новые знания, навыки, чем просто это в теории все учить. Ну то есть это всегда гораздо интереснее и потом проще работать, когда ты уже освоил какие-то навыки именно на практике, нежели в теории. А так, все нравится, все интересно, очень много нового узнал даже за эти два дня по сравнению с тем, что в колледже. Я учусь на фельдшера Акушера и планирую работать с фельдшером. И самое важное в моей профессии это стрессоустойчивость, вовремя среагировать при экстренной ситуации. Я считаю, что в данный момент я могу воспитать себе стрессоустойчивость и как минимум я научусь коммуницировать вместе с другими сотрудниками больницы. Важно совмещать обучение, практикантскую работу по той причине, что на теории все оказывается совершенно иначе. Когда ты приходишь на практику, то ты можешь даже как минимум разочароваться в своей специальности, а можешь наоборот лишь восхищаться. И как минимум ты будешь теряться, когда тебе просто попросят что-либо подать или сделать какой-нибудь дремучный укол. А когда ты приходишь сюда в больницу, чем больше ты времени проводишь, тем комфортнее тебе здесь находится и ты делаешь все задания без проблем. Отрадно, что студенты стараются и точно понимают, что абсолютно вся работа в больнице важна и нужна. И от качества ее выполнения может даже зависеть жизнь человека. Вся важна. То есть даже начиная от работы санитара, потому что санитары все-таки, ну, они отвечают за чистоту в отделении. Если в отделении какая-то пыль и так далее, это в любом случае могут быть какие-то микробы, микроорганизмы, которые могут пагубно влиять на организм пациентов. Также обычные медсестры, врачи. То есть, ну, любая работа в медучреждениях, она важна. Нету, не важно или важно. Алена Миневич, Эдуард Букнович, Александр Макаревич. Телекомпания Бук-ТВ.